доброго времени суток зрителям и случайным гостем нашего канала с вами россии мы начинаем играть в игру mount and blade warband версия 1 160 не знаю какая разница вообще между этими версиями считаю самое главное что это mount and blade warband я в свое время когда-то играл в mount and blade огневым мечом как я понимаю она вышла немножко позже чем эта игра ну думаю смысл будет практически не тот же просто другие нации другие страны и так далее так давайте начнем значит новую игру подсказки там у нас продолжить так выберите пол вашего героя мужской вы родились далеко-далеко от этих земель ваш отец был старым солдатом когда вы были ребенком ваша семья с трудом сводила концы с концами пытаясь прожить на жалование отца тот служил в стаже местного правителя жилось им нелегко и на хорошее образование не было средств в основном вы учились тому как защищаться на улице с оружием или без него вы начали познавать мир как только научились ходить и говорить свои ранние годы вы провели в качестве уличного сорванца когда учить подросли то отправились прямиком на улицу делая все чтобы выжить вы попрошайничали вступали в банды и жили сегодняшним днем всегда оставаясь на шах впереди закона и тех кто желал вам зла в юности ваша жизнь переменилась как это обычно и бывает вы стали трубадур оруженосец думаю студент университета слишком круто как бы был с раванцом ну давайте оруженосца хотя вы и не сразу это заметили но со временем вы стали взрослым мужчиной и весь мир вокруг вас изменился когда вас посвятили придворные рыцари вы стали учиться обращаться с оружием наносить и выдерживать сильные удары вам рассказали об обязанностях которые вы несете перед правителем и о долге перед теми кто однажды может стать вашими вассалами но помимо рыцарских идеалов вы узнали также о вещах менее приятных старые воины многие поведали вам о жестокой политике власти предательстве а также людях которые достигали своих целей как храбростью так и коварством но вскоре события вынудили вас бросить все и стать искательным приключений что же заставило вас принять такое решение так давайте выберем жажду мести только вы можете точно сказать что заставило вас покинуть свою прежнюю жизнь и отправиться на поиски приключений однако ярость бушевавшая в вашем сердце сделала расставание с прошлым весьма легким вы хотите отомстить вы хотите справедливости он просто блять срана робин гуд то что с вами сделали уже ничем не исправить и заплатить за это можно только кровью я конечно боюсь представить что с вами могли сделать такого страшного с мужиком как бы взрослым за что мы будем искупать только кровью ну я думаю по ходу игры мы обязательно то узнаем так стать искательным приключений отправиться на поиски судьбы или удачи не успел прочитать извините так и придите стиль игры блять конечно хардкор так инструкция теперь вы введите свое имя так наше имя будет кровавый росси вот так вот атрибуты значит ловкость это вроде владения оружием значит давать добавим чуть ловкости возьмем интеллект хоть и где-то я буду немножко умный хотя бы в игре и возьмем харизму значит здесь мы возьмем с вами живучесть верховая стрельба из лука я так всегда мечталась и так на коне так так и стрелять с него возьмем торговлю одну обязательно содержание пленных я буду их брать и казнить как бы и давайте давайте наверное возьмем щитом щитом так здесь мы с вами подымем немножко одноручное оружие где-то до 80 подымем значит стрельбу из лука давайте подымем немножко стрельбу из арбалета вот так вот примерно давайте я не знаю вот так вот поднимем двуручное оружие мало ли вдруг что нужно будет где-то ходить готова так изменить лицо вашего персонажа используя кнопки и ползунки для поворота головы щелкните мыши и подтяните но эти произвольно ой нет это такой почему-то мне сразу такое имя олег напоминает какие-то не все таки этот вообще прекрасный нет нет какие-то не все таки вот печальная ну давайте вот такой буду лай такой неровным носом таким вот такой будет наша изюминка такой еще рыжий такая же бестия так вы перебываете в колорадию мир раздираемы войнами между молодыми государствами которые непрестанно сражаются за власть и за земли это настоящий рай для рыцарей наемников головрезов и искателей приключений короче для всех кто готов рисковать своей жизнью в погоне за богатством могуществом или славой опасности поджидает вас на каждом шагу но где но где искать удачу если не здесь сейчас вы стоите на высоком холме осматривая земли внизу и чувствуете что ключ к вашей судьбе в ваших руках все дороги кальдри открыты для вас и чтобы не вы не выбрали вас ожидает удивительное приключение заебался читать в общем мы можем отправиться свадью вегир хиргитское ханство норды радоки и какой-то сарангийский слутанат ну в общем к слутанам мы точно не поедем не хочу не буду давайте мне нравится норды не знаю что это будет мы поедем к нордам короче так вам удается попасть на торговый драккар который везет диковину диковинных птиц речетов самого крайнего сервера сервера точно все же заговаривать севера чтобы обменять их на леон и шерсть корабль отправляется в плавание очень рано и капитан объясняет вам что риск столкнуться с дрейфующим дом и зимние штормы ничто по сравнению с опасностью которую представляют морские налетчики начиная с апреля они выйдут в море грабе встречные корабли и разоряя побережья кальрадии вы можете вздохнуть с облегчением лишь тогда когда ваш корабль достигнет дельты рек выль и балука совсем скоро пробравшись между мелями и песчаными балками вы входите в порт саргота здесь живут норды отдаленные родичи морских налетчиков несколько поколений назад их предки перебрались на континент и осели на этой богатой но суровой земле продолжить вы снимаете комнатушку в первом попавшимся трактире саргот и тут же засыпаете проснувшись еще до рассвета вы отправляетесь исследовать окрестности конечно больше заняться блять нечем с самого утра встать эти поти шататься бездомные вы идете все дальше по безлюдным переулком внезапно сдается звук который заставляет вас насторожиться это звон клинка извлекаемого из ножен сейчас будет action я просто предчувствую продолжить оба так наши рыжая бестия у нас есть так мы как а цельца 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 левая кнопка и зажимаем и в колено она колено ему есть меч щит все все получил кто крутой кто крутой папа еще один и кто чучело это торговец торговец и саргота вы как в порядке в любом случае вы живы в отличие от этого паренька ну что же одним вором будет меньше впрочем племя его никогда не переведется ну да ладно мне кажется вы могли бы мне помочь в одном дельце давайте поговорим внутри мне бы не хотелось чтобы нас послушали отправляемся говорит торговцам купец приглашает вас в дом с порога он выглядывает на улицу лишь затем убедившись что за вами не следят запирает дверь и начинает разговор так давай побазарим с тобой ебать вы обратите внимание на тел капуста убийцы просто хочешь капусту хочешь ладно торговец так а теперь позвольте не объясню мое предложение бомби в холмах всегда было много бандитов кто-то шел разбойник из-за войны и долгов кто-то из-за природной склонности к жестокости последнее время разбойники обнаглели они далеко отходят от лагерей и даже пробираются в город в поисках легкой добычи начальник городской стражи говорит что все это из-за войны на границах мол следить за порядком людей не хватает но я что-то в это не верю мне кажется самое разумное объяснение что у бандита в городе есть свой человек который тайно проводит их за городские стены и говорит где можно поживиться а на прошлой неделе они украли моего брата вот это поворот ребят то есть они воровали кошельки поживились а тут быть брата украли может быть уж не знаю о чем думал мой брат парень из приличного дома когда шлялся по улицам посреди ночи понятно вы сами ходили там же но вы-то не знали какие тут вещи творятся а его я просто не понимаю впрочем он же мой родственник так что ничего не попишешь если не будешь защищать своих люди станут думать что и имущество свое защитить ты не можешь а этого я допустить не могу нет сомнений что скоро бандиты пишут мне письмецо про выкуп но я не собираюсь им ничего платить вот что я вам предлагаю похоже вы умеете обращаться с клинком и что не менее важно кошелек ваш совершенно пуст иначе вы бы не приехали бы в калеридию каль радио калеридию калерадио короче вот что я от вас хочу соберите небольшой отряд высадите этих бандитов их логови проучите и хорошенько и верните мне его брата целыми невредимым а я за это скажу вам спасибо и дам мешочек серебра что скажете и мы такие от рыжий такой наш умник у него по лицу написан такой умник он такой интересная передали в одиночку вы с такой задачей не справитесь если вы попытаетесь да если вы попытаетесь все провернуть самостоятельно вас поймают и вы станете не героем а еще одной жертвой так что сперва наберите себе небольшой отряд в окрестных в окрестных деревнях непременно есть крепкие парни которые согласятся подраться если вы им заплатите так держите к 100 динаров можете считать это авансом пройдитесь по деревням и найдите подходящих людей думаю пятерых вам будет достаточно понятно я сейчас уже отправляюсь собирать отряд он такой увидишь у нас такой недалекий вот и славно как будете готовы найдите меня тогда и поговорим я буду здесь в старый год в таверне так вы получили ваше первое задание чтобы посмотреть журнал задания вы можете нажать клавишу q в любой момент окей так ребятки а на этом все наверное давайте будем снимать видео не очень длинная для того чтобы вас как бы не утомлять где-то минут 15-20 буду стараться чтоб небо там 40 минутного или 50 минутного видео в общем вот так вот по чуть-чуть дозировано но постараюсь это делать часто если вам понравилась эта игра и понравилась эта серия обязательно поставьте лайк напишите комментарий и вообще вы мне давно уже не пишите что в принципе очень сердце просто кровью обливается понимаете вот потом ночью не могу спать как бы слезы в подушку просто лью потому что никто мне не пишет полковника никто не ждет но это про меня поэтому обязательно напишите что-нибудь в комментарии поставьте лайк позовите своих друзей подружек родственников на канал пускай тоже подписываются будем с вами играть общаться и давайте вот наберем 100 подписчиков я проведу какой-нибудь конкурс как это сейчас модно на ютубе разыграем какой-нибудь вам приз я обязательно вам пришлю по почте то есть будет напоминание на память о канале и я думаю всем будет весело всем будет заебись с вами был росси спасибо за просмотр еще раз до скорых встреч всем пока и